Итак, всем здравствуйте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мы продолжаем наш разговор о московском Спартаке, который продолжает поиск турецкого атакующего хавбека. Да, ребят, были сообщения про актер Каглу, они в итоге затянулись на несколько месяцев и закончились подписанием Керема в португальскую Бенфику, с этой темой вроде как закрыли вопрос, но дальше появились новые сообщения, новые инсайды. Касательно Чингиза Юндера, которого может купить Спартак, еще одного атакующего хавбека из Турции, ну и сейчас, как говорится, бог любит троицу, появилось сообщение про Селиха Келычсоя. Футболист, кстати, не без интересного, игрока Бешикташа, футболиста, который считается одним из главных талантов Турции на данный момент. Разумеется, это не уровень Орды Гюлера или какой-нибудь еще Орды, это не уровень главной звезды турецкого футбола и нового поколения, но о нем много пишут, много говорят, на него надеются, на него рассчитывают, и вот появилось сообщение, что Спартак хочет подписать этого 19-летнего Винкера. Давайте это все обсудим. Но сперва хотелось бы сказать, что я завел свой блог на Бусти, где публикую прогнозы на все матчи российского чемпионата, а также там будут выходить ретро-ролики, посвященные выступлению российских команд в Еврокубках. И там уже вышло видео, посвященное сезону 92-93, когда ЦСКА обыграл Барселону. Спартак смог пройти Ливерпуль. Это было серьезное состязание, и то, что Спартак остановился в паре шагов от трофея, это очень серьезный успех. А Торпеда и Динамо достойно выступили в Кубке УЕФА. Все эти ролики доступны в полном объеме на моем Бусти. Ссылочка в описании и в закрепленном комментарии. Плюс к этому в конце видео я буду упоминать всех платных подписчиков с моей платформы Бусти. Итак, ху из мистера Калычсо и с чем его едят? Что это за футболист? Это левый крайний, хотя, как и положено в современном футболе, он может перемещаться и на другие позиции, и в центре атаки, и на противоположном фланге. В общем, гибкость определенная у него присутствует. С другой стороны, Спартаку, наверное, в первую очередь интересен будет он именно как левый крайний. Просто сейчас ищут футболисты именно в эту зону, на эту позицию. Так что здесь Калычсо – это очередная попытка найти, вот, так скажем, нового Промеса. Промеса-заменителя, называйте как хотите. Тем более, что вот в день появления первых инсайдов про Калычсо и пошли еще и первые инсайды о том, что Промес в Дубай Юнайтед переходит. Так что здесь вполне себе в тему. При этом, в отличие от актер Каглу, он моложе, значит, и заметно перспективнее. Актер Каглу – это футболист уже так или иначе сформировавшийся, а Калычсой может еще прибавить и прибавить серьезно. Ну а в отличие от Юндера, Калычсой моложе, и Калычсой пока что не имеет вот этого статуса загубленного таланта, как Юндер, который так и остался вечным, перспективным, да, молодым. Хотя молодым он уже не является, но вот единственное, что про него можно сказать, что он по-прежнему типа перспективен. Поэтому Калычсой, наверное, сам по себе самый любопытный вариант из тех, что назывались в турецком вот этом гамбите Спартака. И главный вопрос, а перейдет ли он в красно-белый клуб? Сейчас ему 19 лет, он выступает за Бешикташ. В Бешикташе он на хорошем счету, да, пока что у него травма, но тем не менее, когда-то он вернется и наберет форму. И здесь, ну, понятное дело, он будет получать игровую практику в турецкой лиге, в Еврокубках, что очень важно. И будучи 19-летним футболистом, может претендовать, наверное, на большее, чем Российская лига в ее нынешнем виде. Поэтому тут придется, опять же, переплачивать и переплачивать серьезно. Если в случае с Актер Каглу, по слухам, Спартак должен был накинуть 3-4 миллиона по сравнению с той суммой, которую заплатила Бенфика за покупку этого игрока, то здесь я даже не знаю, какая должна быть переплата. Касательно игровых нюансов, ну, Келыч Сой действительно хорош в Бешикташе. У него в 44 матчах 12 плюс 5 по системе гол плюс пас, в принципе, очень неплохо, особенно учитывая то, что он далеко не всегда выходит в стартовом составе по ходу этого промежутка. Изначально он был скорее игроком подмены, потом уже стал основным, но статистику все равно набил потрясающую. Кстати, не только по забитым мячам и передачам, например, у него очень крутая техника, полторы обводки за игру, он маневренный, подвижный, с ударом, с светлой головой во всех смыслах. Он, знаете, как звезда турецкого сериала, где актеров подбирают таких, как будто это либо Англия, либо Германия, причем исключительно белая. Ну так вот, вот здесь Калыч Сой не похож на некого стереотипного турка, а скорее такой достаточно светловолосый герой из какого-то турецкого сериала. Так что здесь светлая голова во всех смыслах, игрок толковый, умный. И вот тут, да, главный вопрос, перейдет ли он в Россию сейчас. Так-то все на бумаге очень круто. На бумаге очень классно смотрится, что он появляется слева от Барку, и вот такая ударная связка, еще и с Угальды впереди. Очень классно смотрится то, что Калыч Сой, футболист, скажем так, достаточно двуногий, и может и на левом фланге ускориться, и с левой навесить, и может сместиться в центр ударной нести. Плюсов дофигища, только вот вопрос, перейдет ли он. На мой взгляд, нет. Но надежда умирает последней, посмотрим, может что-то и поменяется. Хотелось бы поблагодарить моих платных подписчиков на Бусти. Валерия Седина, Фила Ричардса, Дмитриевича, Микро Хафилпафа, Серго ФКСМ, Кирилла, Евгения Злобина, Ольгу Фролову, Максима Новикова, Алексиса, Гладиатора Свау, Тихона, Елену, Just Do It, Лазарес, Олег ЦВБП, Crystal Moon, Кель, Maga01, Профессор, спасибо вам, дамы и господа, вы лучшие.